Девушки отдыхают А все уже, все мы представляем, чем нам предстоит заниматься И мало того, что мы представляем, мы уже и занимались с вами, имеем опыт А вот Михаил, тут вообще еще ни одного пропуска, представляете, насколько он глубоко в это дело влезает Ну я понимаю, у нас у всех могут быть обстоятельства, так что понятно, что Я уверен, что вы время даром материалит А мы знаем нашу задачу, если нет на занятии, до занятия, мы читаем ее вперед, как можно дальше И одновременно останавливаемся и внимательно рассматриваем то, что мы с вами на занятии С тем, чтобы на занятии попробовать это воспроизвести, то есть выразить понятие И вот только тогда, Антон, мы сможем убедиться, что вы не поняли Я прошу прощения, можно немножечко подзадержаться сначала, еще два человека пришли Да, конечно Мы и так уже не спешим никуда Но с севера двоих не ждут, это точно Поэтому, вот Антон, представь себе, вдруг вы будете рассматривать, 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 рассматривать И вот в ваше рассмотрение дойдете до небытия, и потом определить его место И после этого, если вы скажете, я говорю, не понял, что такое бытие То мы вам скажем Молодец Мы вам не поверим Позвольте вам не поверить в то, что вы не знаете, что такое бытие, не понимаете Если вы все это, вы верите Да, поэтому здесь есть доля оптимизма У меня, к сожалению, проблемы Мы не дошли до этой проблемы Давайте различать между тем, что есть себе, мы уже говорили, и тем, что положено То есть, что стало результатом, собственно, развития А где просто у нас восстановились? На каких понятиях? Мы дошли до нечто Такой скачок Но это нам насваивать, потому что это передовой отряд был Разъезд такой Вперед заскочили Но основной этот отряд должен потянуться, и всем должны потянуться Мы дошли, я так хочу сказать, что Я, так сказать, вот дошел А со мной согласились Так похоже, что нечто именно так и выводится Поэтому очень страшно Итак, значит, я предлагаю начинать сначала Во-первых, поскольку это не проделали Во-вторых, поскольку мы с вами еще не очень далеко ушли Даже вот самые передовики Да, а это полезно Полезно, тем более, что каждый поупражняется, каждый поформулирует И мы со стороны послушаем Поскольку точно получается Нет ли тут чего лишнего С тем, чтобы нам самих этих ошибок избежать И тем самым продвинуться вперед Кто хотел бы начать с бытия? С чистого бытия, без всяких дальнейших определений Так Ну, Владислав, давайте Потому что, другие-то бывало Начать с самого начала Бытия Мы уже знаем, что такое Какой у нас начало Вот, начинаем с бытия То есть, предлагаю рассмотреть чистое бытие Чистое бытие Ну, любая система должна начинаться с чего-то самого простого Наипростейшего понятия Ну, это правильно Тоже, дескать, философия Это нехерливая И мы начинаем искать это понятие Это что-то И мы выходим на бытие Бытие, что это? Оно просто есть То есть, мы дальнейшую трактовку этого понятия дать не можем Поэтому мы решаем начать наш путь именно с этого понятия Бытия Но существует также понятие, которое тоже простое, но противоположное бытию Нечто Оно тоже есть Нечто или ничто? А, ничто, да Ничто Вот Оно тоже есть И Раз оно есть, оно? Раз оно есть, значит, оно есть Зачем одну и ту же мысль дважды повторить? Есть смысл в этом? Никак нет Значит, другое надо было сказать Раз оно есть, значит, оно есть бытие Оно есть бытие Оно есть бытие Есть бытие есть ничто Ничто есть Точнее не так Есть ничто переходящее в бытие и бытие переходящее в ничто Есть бытие переходящее в ничто Есть еще точнее Есть бытие переходящее в ничто и ничто переходящее в бытие хорошо значит ловислав только единственный момент то что не что есть то же самое что бытие мы поняли потому что утверждали что ничто есть а то что есть из бытия мы это понял а вот то что бытие есть тоже самое что ничто мы не поняли и не потому что мы таки не понятно здесь ребята все умные в этом в том числе поскольку как-то вы не вполне точно охарактеризовали вот давайте вернемся к и так бытие есть где есть да дальше что что еще не может сказать если мы ведем вещь о том самом бытие начали чистым без всяких дальнейших изменений чистое бытие это по сути пустота и созерцать там нечего спасибо спасибо достаточно вас помню если взять там нечего значит значит это не что вот теперь нам все стало понятно хорошо значит тоже не что тут еще хочешь пойти в путь уже протаренный кстати говоря тут все понятно это давно понятно довольно подробно несколько раз объяснял хорошо так михала синий что объяснял я не спорю это я объяснял хорошо так кто хотел бы еще попробовать то есть начинаем с бытие просто бытие без определения просто бытие кроме того что оно есть мы о нем ничего не можем сказать вы сказали что оно есть вы сразу в другой форме попадали вы немножко поспешили кроме того что оно есть значит не прозвучало сначала утвердить его звучит сначала бытие есть кроме того что есть ничего другого о нем нельзя сказать то что нельзя сказать нельзя вот если сердцать ничего нет давайте уточним вот сейчас можно это привычка почему как лучше сказать о нем нечего сказать или нельзя сказать как вы считаете то есть это такой есть моральный императив что нельзя иначе будет нечего сказать чувствуете нельзя и нечего нечего сказать хотя в каком смысле они тоже синонимичны вот если уж очень то есть это запрет просто да нечего говорить а раз ничего сказать то это ничто но раз мы осознаем это ничто значит оно есть то есть я хочу сказать что вот сейчас мы отжимаем лишнее да я понимаю что так совсем он не зачем говорить то тем не менее то есть мы сейчас вот с вами оттачиваем формулировки то есть надо что мы сознаем ничто есть просим ничто не что есть мы с вами с вами правильно но и вот нет мы стремимся к материалистическому уже такому подходу не обзнать ринат она получается по факту что это материалистический подход она на самом деле мы стремимся знаете к чему мы их стремимся рассматривать самодвижение понять а когда мы говорим мы осознаем мы сознаем мы переносим тогда ударение делом на субъекте значит мы может сознаем а вы не сознаете а остается вопрос открытым ничто то есть или нет по другому мы не стремимся исходить от себя мы стремимся исходить из наблюдаемого нами совершенно верно поэтому поэтому осознавать заболение осознавать это лишнее совершенно она немножко в сторону может уводить хотя мы именно тем и занимаемся что сознаем то что у нас есть ты нашему устным узором совершенно верно то есть я просто мы не выставляем чтобы не сложилось превратное впечатление что мы здесь субъективисты так значит она есть то же самое что бытие и так что есть просто говорить что есть вот у вас попробуйте провернуть и скажет что не что нет как вы можете вернуть после того что это уже получено что ничто есть как же вы отрицаете вы закрываете ум сли свой взор и отказывается от этого мы говорим что честным бытие больше нечего сказать раз ничто сказать то это не что ничто есть как раз не что есть то что это быть и не да то же самое что быть и что это быть я и не в душу это то же самое что бытие так ну теперь мы видим что что бытие переходит ничто или нет то есть это бесконечный руку включается и мы должны все другую констатировать и так что мы ну хорошо пусть совершенно правильно видим единство мы видим восстановление потом все уже беспокойно все видите беспокойно единства восстановлением для чего переходите в основе приходите вот это и то есть мы видим движение и еще завединичать я не нагромождайте. Ну и вот такое движение называется становление и становление. Замечательно. Такое движение, то есть переход, движение становления бытием, это становление. Хорошо. А у меня вопрос. Да, пожалуйста. А когда появляется разность бытия и ничто, если до этого Гигель пишет, что бытие и ничто, это суть одно и то же. И что? Вот бытие и ничто, суть одно и то же. Вы левая часть видите? Вижу. Когда-когда? Она так же появляется, как и мысль о тождестве, одновременно. Ага. Бытие. Это же мой герой. Если сбегая вперед, тождество может быть только различного. Поэтому, как говорим, ничто, есть то же самое, что и бытие. Различие разве бросается в глаза? Ничто же есть то, то же самое, что и бытие. Поэтому вот Гигель говорил о том, что суждение, оно обычно как-то конститурует внимание, форму суждения, что на предикате, что они разные. Так вернее, что тождественное. А вот то, что они разные, это не видно разве? Видно? Вот они вот и есть, как различные, как отличающиеся. Так, становление. Есть кто-то еще желающий пройти этот момент? Как? Михаил, у меня желание? Быть лена, смотрите. Все понятно здесь в формулировке. Сейчас ребята четко прочитываются и бытие подходящие неспользуются. Понятно. Понятно. Гигель порадовался, что ребята, да, вещество это желеет? Нет, мне понравилось, что вот прочистку бытие, да, там, что отталкиваемся. Чистая бытия есть. Чистая бытия есть. Чистая бытия есть. Ну, если это является пустотой, значит, нам не что. Ну, это некая иллюстрация. Все-таки мысль о том, что о нем нечего сказать. Поскольку она пустота, о нем нечего сказать. И вот эта нечего, отрицательность, она сразу появляется. А это у нас то же самое, что и что. Как, Елена? Нравится. То ли еще будет. Мы с вами рассмотрим такие вещи. Так, Николай, хотите пройти этот путь? Он очень короткий. Он становится все более коротким. Потому что мы меньше сбиваемся уже. Раз два человека уже прошли. Ну, да. В принципе, тут все понятно, что как бы здесь не терминология, а просто как бы сами-сами переходы как бы важны, как бы сами эти, ну, что они неотделимы друг от друга. То есть, ни в бытие, ни в бытие, ни в бытие, ни в бытие. Ну, сначала-то они были делимы. Сначала мы зародимы только. Сначала, да, бытие, которое как бы есть, да, то есть, как бы, соответственно, как бы, мы приходим к выводу, что это ничто. Точнее, не приходим к выводу, а просто как бы... Ну, я понял. Выводим. Выводим, да, то есть. Ну, вы можете повторить, как раз, и ничего страшного. Ну, вообще, это прозвучит от вас тоже. Тоже не плохо. Итак, бытие. Рассматривайте ее. Да, да, раз есть бытие, то есть, соответственно, оно есть, да, то есть, если оно... И есть, как бы, ничто сразу же образуется, как бы... Вот, поскольку оно чистое, вот, не случайно, веками чистые, да, и вот все эти мысли, что лишенный каких-либо предъявлений. Поэтому о нем больше сказать нечего. Нечего. Вот чего. Отрезание, да, оно сразу появляется, как бы... Переходящее ничто. Значит, оно есть то же самое, что бытие. Что? Ничто. Ничто, да. Ничто. И, соответственно, как бы, ничто, оно есть. Не есть. А, соответственно, есть бытие. У нас есть то же самое, что бытие, да. Поэтому там не звучит, что ничто есть бытие. Ничто есть то же самое. То же самое. Конечно. Значит, мы видим переход. О чем же здесь говорим, Дарович? Переход, да, есть бытие ничто и ничто в бытие. Вот это движение, что заведение бытие ничто и ничто в бытие есть с вами. Так, хорошо. Что тут? Возник вопрос на этом этапе какой? То ли я завис. То ли едем, понятно. То ли, да, то ли гигель. То ли гигель я не сомневаюсь, а все делом что-то не очень. У меня получается так. Что? Ничто есть. Ничто есть. У вас получается. У всех так получилось. Соответственно, ничто есть бытие. Но мы выводим ничто через чистое бытие. Да. Соответственно, мы определяем ничто через чистое бытие. И уже ничто, тогда если так, если я все правильно понял, оно получается уже не совсем то же, что чистое бытие. Не совсем. Поэтому сказали то же самое. То есть оно тождественно. Значит, и различно. Конечно так. Как же странно. Даже по-другому не выразишь. Оно тождественно. То же самое. Но ничто. Различие-то бросается в глаза. Поэтому право. Если люди забывают о том, что они различаются, то это неправильно. Как же можете забыть? Мы же говорим, ничто есть. Ничто есть. Там бытие есть. А здесь ничто есть. И это не различие в этом. Правильно обратили внимание на то, что различие есть. Но дальше мы также обязаны сказать, что есть и тождество. Оно есть. А раз есть, оно есть то же самое, что бытие. Поэтому мы сейчас не углубляемся в понятие тождество. Это надо всучить. Но уже некоторые произвещения тоже есть. Оно не вызывает у нас возражения. А можно ли сказать, что ничто есть, получается, определенное бытие? Нет. Пока нельзя. Пока нельзя. Пока нельзя. Пока нельзя. Потому что, уж избегая вперед, да. Когда вы имеете определенное бытие, эта определенность в бытие находится. Так что конкретное СЛ имеет форму бытия. А здесь бытие, а здесь ничто. Оно же как самостоятельно выступило, как самостоятельно рассматривали его. Рассматривали. Это никак не определенность. Определенность этой поглощена бытие. Там будет простое единство. Такое единство, что только бытие на виду, на лицо. А здесь и ничто было на лицо. Так, ну... Нельзя сказать. Поэтому... Подождем. Подождем. Хорошо. Итак, становление. Хорошо. Значит, кто рассмотрит становление? Так. Как ровно? Становление. Становление. Это движение. Исчезновение. Бытие. Ничто. 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 Бытие. Мы наблюдаем становление два момента. Момент возникновения. Это когда ничто переходит в бытие. И момент прихождения. Это когда бытие переходит в ничто. Многие грикаторы предпочитают говорить. Оно называет это движение. Да? Потом показывает. Потом называет. Дает название. Поэтому можно сказать, что движение бытия и что это? Прихождение. Да. Возникновение. Возникновение. Угу. При этом переходе становление снимается из-за разности бытия и ничто. То есть разность исчезает бытия и ничто. И становление тоже исчезает. Так. Роман. Значит. Прозвучало все тут. И что нам помогает очень здорово. Но прозвучало. И такое же прозвучало. Сказать. В этом переходе. Возникновение исчезает из-за разности бытия и ничто. Так ли это? Или сейчас можете уточнить. То есть буквально в смысле прозвучало. Возникновение исчезает из-за разности бытия и ничто. Потом вы договорили нам. Вот мы прям бросили. Значит. Исчезание происходит потому что разность бытия и ничто. Я думаю что это. То есть может мы первое констатируем что становление. Вы правильно совершенно сказали о разности. Становление есть благодаря разности. Между бытием и ничто. Так. Это надо зафиксировать. По-другому не можем сказать. Так. Но. В становлении бытия исчезает. 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 Исчезает ничто. А ничто. А ничто исчезает. Исчезает. В бытие. Значит. Исчезает разность. Исчезает разность. Между ними. Исчезает разность между ними. И исчезает становление. Исчезает становление. Мы снимаем становление и получаем наличие. Исчезает становление. Исчезает. 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 И ничто. И мы получаем. спокойное и простое спокойное и простое единство простое единство то есть простое имеющих форму только бытия результат снять и остановление есть простое единство бытия ничто спокойно снимается ну опять название может сказать так ли всякая но вопрос условно но бегле свою чутьем изумительно конечно да заняты вот есть некоторую тувердительность в немецком и у нас тоже на лицо бытие не убежал никуда и не бежит никуда на лицо на личное бытие у нас два слова темологии все-таки разные немножко у них одни условно коются но все равно мне кажется у нас тоже очень удачно дальше с сущностями существования там будет и так здорово все обыгрываться очень здорово очень на личное бытие так можно привести какой-нибудь пример в становлении проиллюстрирую так то мы если будем вести она конечно но нам то интереснее еще и применять то что мы изучаем для нашей жизни для наших дел науки для практики важно применять пример становление чего-либо мы знаем что это становление вообще это все находится в становлении но раз все так то есть вроде как за примерами должен быть проблем никаких эти примеры я пример вот я сижу здесь так соответственно я который до того как пришел сюда сейчас сейчас то бытие исчезает и сейчас я являюсь некоторым другим уже бытием что-то исчезает что-то возникает а если вообще попроще то можно сказать что я соответственно одновременно и развиваюсь и умираю все грустно стало так все происходит значит давайте хороший пример вот вы пришли другим какие свободного знания гегера от некоторого знания от некоторого знания а вот сейчас вы становитесь немного больше лучше разбирайтесь лучше разбирайтесь некоторые вопросы стали яснее яснее это значит возникновение такое происходит а прихождение присутствует а прихождение немедленно вот я как только перестану вот выйду за рамки скажем так вот данного кабинета соответственно мозг включится в режим пойду-ка я посплю и потом вот я просто за собой каждый раз это замечает потому что перед занятием всегда хочется там освежить память и все равно это еще раз приходится заново обязательно прокручивать и там такое ощущение что как будто механизм заржавел и опять надо эти все шестеренки сшибать соответственно как только начинаешь перестаешь непосредственно заниматься этим немедленно идет обратный процесс может попросил утащить потому что у прям у вас прихождение и возникновение разной сововремени я думаю что вот сейчас мы прошли я думаю что чё так откладывать сказать вы вывели это дело им сказать перестали буду думать я вам хочу сказать что вы уже меньше об этом знаете ну да это безусловно пошло прихождение пошло прихождение и на момент практически поэтому вот такой момент чтобы вроде вот поняли поняли потом выдерживаем что возьмете что такое вроде как а что вы хотели так прихождение тоже присутствует в этом деле это вот очень много придется поездить чтобы получить все таки вот как наличные бытия как людей знающих он не знающих мы обязательно получим этот вопрос не то что во время одного физического если мы будем заниматься это вот вопрос наполнение наше время автоматически значит будем знать будет наличные бытия знающих науку логики людей это очень так ну кто еще ну хорошо ладут можно я пожалуй я на свою любимую тему головного мозга ну каждый день человек в голове синус разрушаются и появляются причем человек как не контролируют хотим мы этого не хотим мы этого несколько связи разрушилась то есть что-то мы забыли и несколько связей образовалась можно целый день лежать на диване ничего не делать абсолютно смотреть телевизор но они все равно будут образовывать вот вот это нравится согласитесь ничего не делайте они они будут разрушаться образовываться романы больше того я думаю что это не только каждый день а вот этой в данный момент происходит да не будем потом возможно никто не знает что вы как же возможно нет и не возможно что в данный прям момент происходит но это происходит да как каждый день если так еще какие-то примеры из общественной жизни кто-то возьмем а то мы все на себя я думаю нужно например государство государство есть различные направления развития тяжелая промышленность легкая промышленность там еще что-то такое например поддерживая что-то одно у БАДы приходит что-то другое это как бы и становление вот этот непрерывный рост чего-то падение чего-то и так далее ну да если мы значит поддерживаем автомобилестроение да то у нас пришло исторический упадок что значит создали карет производства провелся карет повозок например да проходим такой насчет приходит а то возникает значит роботы возникают станки которые были на прежних принципах извините их надо выкидывать уже устаревает физически морально тоже помню как у нас экономики то есть вели просто рыночную экономику взять на что спрос возрастает то как бы начинает больше заниматься на что спрос падает то меньше развиваются всего ограниченности бюджетами значит я могу привести пример свою любимую тему на тему истории так вот допустим какие-то племена будучи воинственными захватывают какое-то государство и первая династия из новых правителей она очень сильная но впоследствии допустим дети у них становится слабее утрачивают волос это из-за биологических факторов или экономический фундамент что люди скольба здесь не позволяет здесь а здесь все факторы вступают сразу и действий с одинаковые силы здесь и непосредственный регресс с точки зрения смены социальные социальная пор раньше они опирались на войска теперь они опираются на царедворца и у них изменилось их общественное сознание они начали других кругах общаться допустим переход от военной демократии для князь является первым среди равных непосредственному допустим монархическому главу но это вот установление государства это дело-то прогрессивное такое хотя прихождение на демократии на лесу другой стороны тоже возникает да помните как карл великому сказал что давай дели этот кубок ну надо говорить потом тебе голову снесут то есть она дает о себе знать тоже демократия долго дает знать так я еще могу прожить время становления раз что на свои любимые темы тему футбола например да и просто спорта командную допустим например приходит новый тренер и ставит какую-то супер новую тактику с этой тактикой они всех выигрывают но чем больше они играют по этой тактике тем больше другие команды приспосабливаются сложнее сложнее то есть это преимущество становится превращается недостаток изучены то есть надо быть диалектиком на одном не выйдешь это же будет прихождение или на вы как составление прошу давайте вот 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 видео от идет например на сейчас она когда его видео изначально не было видео которого снимает его изначально не было потом началось когда она заканчивается уже одновременно это закончится лицам закончится и мы получим наличный бытие на прихождение видео движение прекратится кадром всего картина то есть картинки как бы мы получим который такой продукт который есть определенный историю наличный вытие ну давайте вот теперь мы не то что обязаны да мы рассматриваем то что есть принцип нас один пока принцип один у нас есть на личный бытие но кто бы хотел воспользоваться на личный бытие ну что ринат не пора вам взяться тут ведь какая штука что если вы держусь я не буду формулировать вы не будете формулировать движение вперед нет формулировать я попробую поскольку я ничего не поняли вы знаете почему вы только утверждали что все есть возникновение прихождение так что возникновение есть обязательно прозвучит правильно даже если вам кажется что вы прямо ничего а ничего приходит на личное бытие возникшие в результате снятия противоречия творящая заключавший в себе беспокойное единство ведь я переходящему что и не что переходящему те когда мы единство сняли спокойно получил спокойно единство наличное бытие мы увидели что бытие обладает каким-то характеристиками определенность так 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 все до этого момента хорошо шло поспешили пока чуть 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 замечательно итак наличное бытие значит хороший термин еще раз давайте вернемся к тому что такое снятие давайте запомним это отрицание содержание то есть снять и оставление означает что в том виде в каком уже не увидим но это не означает что ничего вообще не останется остановлений снят вас все запомнишь на личное бытие результат снятия остановлений вы расписали что исчезновение движение что и чтобы те снятия остановлений хорошо значит раз наличное бытие есть результат снятия остановления то кроме бытия в нем есть небытие не быть небытие второй момент остановлений же куда делся раз он снят и значит он и на не существует то присутствует присутствие так вот ваше небытие о том чего вы так переживали это есть вот то что осталось от ничто после снятия остановлений на личное бытие а поскольку все что есть перед нами это бытие то что то что отличается от бытия то есть то что отличается мы определяем через бытие ну как отрицательным образом и то что от него отличается бытие это желать быть и его тебе наличное бытие это бытие содержащие в себе нибудь и совершенно верно совершенно вот откуда они нибудь я выскочил это тот момент ничто который снят все все разве нибудь и это не качество наличное бытие забежали еще 1 потом вырастет качество ну да это еще потом а сейчас спешите вот люди начитаны они уже знаешь что будет там иногда то что впереди нужно отбрасывать тени на то что можно еще вопрос относить небытие небытие является умозрительной категории такой же как и как и наличное бытие но на все умозрительно если имеете ввиду что мы рассматриваем философские категории то есть наиболее общее все общие вот и небытие такое же в этом смысле отличаются и от наличного бытия то что вы другое хотели сказать что у нас форма бытия перед глазами да да единственное это все тоже согласен это простое простое то есть одна страна только вина бытие но мы это с вами знаем что сами сказали что раз снять восстановление значит второй момент тоже не пропал он весь некоторое небытие раз все у нас имеет форму я тут то что отличается от бытия все равно тоже небытие то остался ничто получается наличное бытие это форма а не бытие это как бы это сжазе это снять восстановление ну форму я пока еще не стал использовать объяснять и застрять на этом внимание потому что это самостоятельно философская категория то что о чем гегель говорил то что мы с вами сказать можем использовать так вот представляет не понимаешь о представляешь такой форме что результат снять восстановления и форму бытия может искать этот можно не вызывает вопрос мы сейчас же не ставим задачу объяснить каждое слово это тоже так у меня возникал у меня по крайней мере возникал вопрос в том что есть такое и все это из природы самого термина я пытался думал об этом в этом понял что не надо думать о природе термина это просто не бытие абстрактно вот оно просто как отличное от бытия поэтому не бытие здесь присутствует не бытие так вот теперь что мы должны рассмотреть не бытие не бытие потому что все что у нас осталось для рассмотрения не бытие так роман я чувствую что на него уже смотрите смотрю не бытие принятое бытие когда целое имеет форму бытие называется определенностью вот он объяснил то есть давайте так вот еще начинать на лишнем бытие да поскольку это ждет снятие становлением есть другой момент не бытие и теперь смотрим небытие как находится в каком виде роман строго писал небытие это во первых принятое бытие все это имеет форму простоты то есть форму бытия одной стороны мы бы это и констатируем что небытие принятое бытие то есть оно не снаружи не сбоку не слева не справа не вне еще конкретные силы имеют форму бытия то есть это просто рассмотрение того что есть опять вот этот конкретный целом а конкретно это значит сказать конкретных то что слагается из двух из бытия снятую и не что снят может такой конкретный цел то есть не одна сторона а конкретный то есть то что содержит себе что-то другое что-то еще а у нас здесь бытие ничто снятыми вот это конкретные целы то есть конкретные целые то есть целые которые являются единственным бытия и небытия вот этот конкретный целый имеет форму бытия у нас все теперь мы от бытия очень долго будем отделаться нужно когда делаешь это определенный мной на не поздно зачем опять нас объективизм как-то не поздно если вот сейчас вы рассмотрели может с вами но мы рассматриваем если все хотите сказать что кто другой дает мы рассматриваем с вами вот обратите внимание гегель говорится это объективная логика мы с вами рассматриваем но если мы строго следуем движение мысли вот мы все с вами мы приходим к одним и результатом это объективная логика это не потому что вы или я сознаем мы наоборот подчиняем наше мышление рассмотрение предмета поэтому получается что самодвижение пример только предмет нас движение мысли то есть отражение законов природы общества как законов виде законов мышления мышление выражается при помощи языка вот мы с вами так очень внимательно по этому понятию относимся потому что иначе мы с вами что-то потеряем или едем или перережем нить эту литическую очень в этом смысле просто гений у него нить у него то есть нить а мы иногда ее не видим не только мы я не читал когда я конспект взял темна вода говорит темна и здесь кажется и не раз да я вас уверяю что к концу там такое просветление там только уже восклицательные знаки можете посмотреть в философские тетради у конспектного филомики потому что он въехал тоже как и все это уже просто восторг не скрывал восторг и после этого и вот тоже интересно вот он в четырнадцатом году война шла до сентября декабря три месяца что держать на уход ведь видимо до этого тоже был знаком с ней за кого потому что очень глубокие высказывания есть о том гейделе и так далее но он студировал так чтобы основать вот только в эти месяцы и после этого пошел вообще леска работ которые вот вершина наверно или точно дальнейшее развитие марксизма скажем империализм как высшую статью после этого появилась и видно подделки вот если вы почитаете дальше посмотрите это работа что это человек сознательно применявший дилектический метод для решения этого конкретного вопроса подделки даже не введение скачет заканчивая с парадов всякий параграф есть переход обозначенный открывает движение к новой мысли в следующем пара вот это правил прямо в виде то есть вега сознательно это право блин вот абрама то есть он это освоил и конечно он и так был без этого талантливый гениальный человек но это только такая граммка получилась что результат феноменальный и после этого пошли вещи вообще то есть это конечно гигантский пошел да потом работы там сказать одесская болезнь везде коммунизме где вот его место оформа что новое содержание проявляя себя в разных формах новых после этого видно насколько человек конечно вырос то есть это ну поэтому последние слова там что редакторами сотрудники журнала по знамени марксизма должны создать нечто вроде кружка друзей георгической диалектики без этого вот это то есть хотите такая выставленная идея потому что то есть я хочу сказать что то что будет с вами после этого условия там просто вас с некоторыми будут узнавать так значит определенность знаешь такое определенность вот теперь вот кто уже не есть дальнейшей кто-то хочет посмотреть дальше или давайте еще по определенности по определенности давайте поговорим я хочу сказать кто-то сам хочет двигаться по определенности или нет что дальше надо посмотреть на нее вот мы только сейчас только тем занимаемся смотрим на то что есть вот раз мы вывели определенность, надо посмотреть на нее. А как на нее можно посмотреть? Если вы хотите именно на нее, а все у нас имеет форму бытия, а вы хотите на нее посмотреть, ваше решение – изолировать. Изолировать. То есть, саму по себе ее посмотреть, потому что у нас всю форму бытия, а это уже пройный этап. Сколько же можно желать одно и то же? Значит, надо посмотреть единственным возможным образом, то есть, как изолированную от бытия. И что это будет? Качество. Совершенно верно. Приведите примеры различий между определенностью и качеством. Тут и перехода большого нет. Ну, какой тут переход? Ну, просто умный человек и ум человека. Умный человек и ум человека. Умный человек, ну, значит, человек, я какой-то, то есть, все в целом воспринимаем. Когда ум человека, мы отвлекаемся от того, он там, красивый, спортивный, не спортивный, нас интересует только одно. Вот мы тем самым изолируемся. И это, между прочим, не упадем. И вещи бывают. И именно вот, то есть, мы хотим внимательно очень рассмотреть. Особенно, когда олюрих, то у него вообще определенный сток, батюшки мои. И изучить человека. Вот мы забываем об этом, сначала вот это рассматриваем. Потом, как вы, ну, когда мы это рассматриваем, мы ее полагаем, эту определенность, как качество. Извещаем его качество, этого человека. И это тоже необходимо для углубления и познания. Значит, иначе мы просто не сосредоточимся. Так, хорошо. Ну, и что можно сказать о качестве? Можно посмотреть на него. Со стороны реальности и со стороны отрицания. Вы уже дали название. Мы поняли, что вы хотите сделать. Движение правильное, но вы чуть и передели событие. Роман. Итак, и качество. Качество мы, значит, изолированные, вытащили. Но мы помним, откуда взяли-то изолированные, Из наличной бытии. Значит, во-первых, качество. Что я могу сказать? Есть. Есть. Чем-то это безошибочно. Я говорю, я еще раз говорю, вот этот кружок у людей с лучшим образованием и так далее, они привычны конфликтировать понятия, термин, и так далее. Мы изучали, мне приходилось изучать с рабочими, с нашими. Есть такие рабочие. Они, правда, начинают много раньше, лет на 20. Вот был Дмитрий Васильевич Гошин, токарь, расточник завода Красный Суров, МС-1, и Ханс Бойш, номер один цеха. Умница, талантливый человек, оратор. Такое секретное, если рассказывать его в биографии. Он в году 92-м говорил, что ребята, в Донецк приехал. Идите к нам, остальные все приползут туда, его там стаскивают с лигуны, а он уже далеко смотрел вперед. И вот, Дмитрий Васильевич, что можете сказать о качестве? Качество есть. И после этого заливается смехом, а то мысль продает, что... А больше уже это... Что? Вот, качество есть. Поэтому, ему можно в стороне бытия характеризовать как реальность. Как реальность. Так. Вот, у нас же есть и второй момент. Откуда он... Почему? Давайте... Опять же, если вернуться назад, то этот момент становления... Да, то есть, мы определенность изолировали из... Бытия. Наличного бытия. Из наличного. Из наличного. Совершенно верно, в наличном бытие есть снятые... 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 Снятые что? Снятые становления, значит, снятые ничто. Снятые ничто. И вот мы должны... Ну, уже, прямо говорю, отрицательность термин «Егорь использует» еще не определяем. Значит, некоторая отрицательность со стороны вот этого. Потому что это уже не ничто, раз снятое. Да? Вот это выйдет. Так. Значит, качество со стороны небытия или остаточного ничто, момента ничто снятого, это... Отрицание. Это отрицание. Значит, чуть-чуть становимся. Обратите внимание. И реальность и отрицание имеют одно и то же качество. Это характеристики как вы говорили одного и того же качества. Мы выражены вот таким разом образных. Ну, давайте попробуем найти пример. Когда мы говорим об одном и том же качестве, но выражая его утвердительно, то есть избытием и выражая его отрицательно. Ну, как же по человеку можно сказать, что он умный человек? Да. А можно сказать, неглупый человек. Умный и неглупый. То есть, когда мы говорим умный, мы говорим со стороны реальности. Да. А когда мы говорим неглупый, то со стороны отрицания. Да. Да. Самый неплохой. Неплохой. Со стороны отрицания. Да. То есть, это вообще важно. Мы еще к этому раз возвращаемся, что это действительно важно в жизни. Что мы хотим сказать? Это ведь и к нам не придерешься, если вот мы такие вещи говорим. Если мы хотим, вот, не имеем возможности, а должны сказать, как-то вот выразить негативные отношения. Да. Можно, если наоборот, негативные качества как-то позитивно по определению, да. Если он глупый, тогда что будет отрицанием? Не умный. Да. Не умный, да? Но не умный. Это неплохо. Так согласись, это куда мягче звучит в данном случае. Поэтому вот отрицательное можно так и сполоскать, что ты глупый, ты такой-сякой, а ты не умный. Помягче. Очень не обидно даже. Мало умных, да? Один из многих. Человек чувствует за собой силу. Я уж не говорю о том, что если не окажешься, надо смягчить, что ты поступил глупо или ты поступил неумно. Неумно поступил. Еще раз говорю, что тогда мостик перекидывается к тому, что ты умный. Ну, не умный. То есть, твои качества вроде умные, а ты... То есть, положим образом. То есть, поэтому мы тоже это знаем и, кстати, всегда можем использовать наши речи, а другие тоже качества. Зависит из того, какую задачу перед собой ставим. Если поддержать, то смягчить. Значит, мы начинаем тогда негативное через не вытаскивать таким образом позитивное. Да, неумно там. Нечестно поступил. Можно сказать, подло поступил, можно сказать, нечестно. Как-то уже это мягче. А честь, значит, человек имеет представление чести. Подлецарбод не ждешь этого. То есть, опять, это очень такое работающее развлечение. Вполне правомерное развлечение. Ну, я тоже хотел напомнить, да, вот о чем мы в прошлом раз, может, говорили. Скажем, если вот общественный строй определяется со стороны отрицания, скажем, есть форма известная, что социализм это уничтожение классов. Уничтожение классов. Вот со стороны отрицания. Правда, здесь и отрицание и отрицание тоже есть, но тем не менее. Но, а в положительной форме социализм это строй, социального равенства, целью которой является обеспечение полного достояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Гордо. Гордо. Да. Или это первая фаза такого строя, вот так вот первую фазу, смягчить немножко, да, потому что я уже совсем отражительный с коммунизмом. А если первая фаза, дальше, тогда будет мысль о том, а в чем стоит разница между первой и второй фаз. То есть и так, и так. Ну, на боевой лад настраивает, конечно, вот это тогда формировка, это уничтожение класса. То есть это как-то надо очень... Потому что если это обеспечение полного областа, неужели, что сейчас на тебя все упадет, рот раскрывай пошире, и карманы держишь. Можно еще не делать. Как тут так получается, объективно. Да, тут мы говорим о борьбе. А тут сразу отрицательность на борьбу нас настраивает. То есть отрицание это не такое, что-то уж плохое, искусственное, порочное. Отрицание, отрицание по факту, да, в себе содержит вот это противоречие, оно и есть борьба. И борьба. Поэтому песни такие, вся в нашей жизни есть борьба. То есть оно мобилизующее, а у нас, скажем, запели с конца 60-х, у нас развитое социализм. То есть борьбы уже нет. И вот то, о чем я где-то писала, принесла и во всем, что рассматривает противоречие как нечто искусственное, как неправомерное. Считаю, за благо его откинуть. И вот на стадии теории откидывать, и все, развитое. Вот я хочу сказать, люди, знающие марксизм, особенно из-за рубежа, в ГДР, у них так, у них внешние противоречия, давление страшное было на них. Они же все время между собой. Не воинного, но сравнивали и так далее. И еще кусочек был маленький, ГДР от Германии. И они говорили, ну вы там молодцы, вы здоровы, вы же наши лидеры, поэтому у вас есть развитой социализм. Вот это вот есть смысл развитого социализма, отрицание борьбы. То есть если социализм не зрел и первая фаза, то надо уничтожать классы, чтобы перейти дальше. А если он развитой, то развитой социализм это на самом деле полный коммунизм. Ну тогда приехали уже, выходи и наслаждайся. Борусы местные. А тогда немцы, ГДР я имею ввиду, они же были все-таки ну вот младшие братья, да, они тогда придумали так, ну мы от вас отстаем, мы занимаемся строительством развитого социализма. Ну и все вроде на них тоже наехать. Вы же лидеры, поэтому мы построили, а мы еще только строим развитой социализм. Это глупость, конечно, но это не глупость, это на самом деле жесточайшее теоретическое искажение марксизма, отрицание взгляда на то, на то строительство, которое требует активной борьбы с опечатками старого строя, значит, вот они тут немножко как слегчат. Что делать? То есть это забывать об отрицании на каком случае нельзя. Приворечить об отрицании отрицать. То есть классы отрицают социализм, а мы отрицаем классы. Отрицание отрицает. И только тогда можно утвердить что-то позитивное, идти вперед. Как только забыли об этой стране отрицательных, пошли назад и пришли и так далее. И сейчас нас, обратим внимание, как нас заставляют мобилизовываться со всех сторон. А что, это не осажденный лагерь, что ли? Там, там, значит, действительно, что такое пять держав официально объединились. Ну да, надо было, но как-то так, а теперь уже политически, уже прямо в спайку они объединились. Понятно, что, конечно, под эгидой Соединенных Штатов Америки, как центра, там свистнули, дернули, но подтянули же. И вот теперь ходишь, не хочешь, а пой песенку, что сейчас нашу здесь борьба. Пока еще с внешним врагом. А потом говорят, а потом только начинают показывать, а как выбор организуется, что этот голос получает какие-то сумасшедшие деньги, что там уже заранее готовит, интерпретацию происходящего. Значит, это внутри. А раз внутри, ну так будьте уверены, что такой ситуации может еще не жестче все быть, между прочим, чем сейчас было. Потому что, конечно, ты свобода-свобода, и слово, и всего, но это такое слово, которое на уничтожение. Потому что они шутки, что ли, сами шутить? Если уже прямо никто не витягивает, Борис Джонсон, официальное лицо. Наше официальное лицо в этом обвинило? Так это вообще же хочет сказать, что это военный, так это на что? На цель лица вообще? То есть, мы можем с вами это встречать, как противоксизионная картинка, и мало чего, сюжет такой, замысловатый. А это уже острейшая политическая борьба, которая прям вот чуть не войной дышит. Да? Так и запоем. И уже, приходится петь, а куда денешься? Потому что как будто они прямо против нашего президента хотят выступить. А Россию они сберегут, они только поменяют, а Россию хай живе. Да мы знаем уже, проходили в 93-е годы. Ой, как проходили. Удивительно просто, как они расслабились, те расслабились. Потому что вообще добить нас ничего же не стоило. То есть, вот этот дилектический подход, что всякое качество и то и другое, это очень и отрицательное тоже сторону содержит. Это очень важный подход. Хорошо, что можно сказать о реальности. Только ли это, так сказать, просто бытие? То есть, реальность мы раскопали, это что это? Реальность это качество, да? Со стороны бытия. И кажется, что имеет форму только бытия. Или что-то другое. Если нет. В ней, вернее, реальность. То есть, а реальность, это же определенность. Все помнили. Что это качество со стороны бытия. Так, качество это определен. А откуда у нас определенность появилась, из чего это выросло? Опять-таки, из ничтой. Значит, это не чистое бытие, реальность. А бытие с определенностью, единственной. То есть, это само наличное бытие. А отрицание, это что, прям ничто? Я задаю, сказать, не без уровня, потому что я знаю, что вы мне скажете. Не, Александр Ильич, не надо. Мы знаем, что отрицание в этом где-то находится, наличное бытие. То есть, это тогда само, значит, определенность, опять-таки, наличное бытие, само наличное бытие. Ну, таким образом, бытие вступает в конфликт, ну, определенный. Нет. Наличное бытие вступает в конфликт с самим собой, с другим наличным бытием. Я думаю, что такой конфликт будет. Мы пока спешим. Пока мысли, вот в чем должны прийти. Что мы с вами изолировали определенность и рассматривая как изолирование. А при ближайшем рассмотрении выяснилось, что и качество, значит, и в качестве, так сказать, качества охарактеризованной стороны бытия, и качества охарактеризованной стороны небытия, то есть отрицания, сам есть наличное бытие. И наша с вами определенность, как и следовало ожидать, утонула снова. Снимается. Да. В этом наличном бытие. Мы её изолировали и хотели удержать. А забыли, что оно было из единства. Выточили. Вот теперь, правда, мы с вами в этом убедились. Это увидели. Снимается разница между определенностью и наличным материалом. То есть, когда мы с вами определенность изолируем, вам могло показаться, что определенность может быть сама по себе. Снимается определенность или разница? Разница. Разница между определенностью и наличным бытием. Что она сама по себе, она лично будет где-то там. Да? А теперь мы убедились, что это не так. Вот почему мы раньше говорили, что оно определенное и наличное бытие. Потому что надо было это опять. Надо же взять то, что есть в себе и то, что положено. В себе, конечно, определенность она наличным бытием уже первым был определенным. В себе. Но положено. То есть, стало результатом собственного развития. Развива. Вот теперь только мы получили определенное наличное бытие. Значит, и вот отсюда появляется, да? Вы помните, что? Внутри себя бытие. То есть, если говорили, что бытие, помните? То есть, из-за того, что сказать нечего. Сказать оно нечего. Пустота. То же самое, что пустота. А здесь, извините меня. Ой, сколько в нем всего уже есть. И определенность в нем есть. А определенность за ним тоже стоит. Но это уже внутри себя бытие. И больше того. Мы же с вами раскопали отрицание. А теперь отрицание отрицается. Потому что опять у нас что стало? Наличное бытие определенное. То есть, опять бытие. То есть, это первое отрицание отрицания. Наличное бытие определенное отрицание отрицания. Это совсем другой результат. Проснуться. Вот такое определенное наичное бытие это что? Нечто. Нечто. Как раз нечто. Вот мы с вами до нечто и дошли. Дальше мы сняли различия отрицания? Нет. Значит, давайте еще разочек. Что же мы сняли? Какое? Различие. Вот. Между определенностью и наличное бытие. Реальность. Реальность отрицания просмотрели. Сначала, да? Потом выяснилось, что реальность есть наличное бытие. А реальность, вспомните, это качество страны бытия. То есть, а качество это изолирование определенных. Отрицание. Это тоже. Со стороны второго момента наличного бытия мы опять-таки качество и определенность. Самое есть наличное бытие. И мы сняли различия между наличным бытием и определенностью. То есть, мы ее изолировали, смотрели само по себе и думали, что оно так и будет. Нет. Она снова там. И вот теперь наличное бытие стало определенным. Наличное бытие. Но дальше вот разъяснение, что внутри себя бытие, что это отрицание, отрицание первое. Нечто. Согласитесь, что это термин удачный. Никогда согласитесь, что говорим мы нечто, что это, имеем в виду, что это не есть, что это пустой такое. Что там уже нечто. как раз утверждение того, что содержательная штука. Но все же абстрактная категория нечто. Я просто уточняю. То есть, в нем много-много-много-много всего, но надо понимать, что это абстракт. Логика по у нас нет никаких. У нас все абстрактные. В смысле абстрактные, что это все общие категории. Общие, да. Я бы сказал все общие, относящиеся ко всему, но вот, лишенные конкретного содержания, так сказать, связанного с практикой, конечно. Ну, хорошо. Вот мы с вами далеко не зашли, да нечто. Например, нечто. Допустим, вот я, ну, что-то знаю на телефоне, допустим, как они выглядят в современном телефоне. Я вижу какой-то девайс, какое-то устройство, похожее на телефон, выглядящий как телефон. Я могу до тех пор, пока не вступил с этим устройством, там, там, определить его как нечто. Можете. Ваш опыт житейский, так сказать, технически говорит о том, что это такое устройство, которое выполняет ряд функций, каких-то определенных принципов, вы уже предполагаете, что это нечто. Да. То есть, что такое нечто? Вот нечто, это, опять-таки, то, зачем, зачем что-то уже стоит. Что-то такое вот. У него есть что различать. Вот, допустим, партии, да, коммунисты России, сураки на берегае, он есть нечто. Даже как и еврейский. Нет, мы сможем понять, что он есть, такое только после, если он придет власть, не поймем. А так он нечто. Почему тогда это отрицание, отрицание? Ну, а по нашему ходу было как реальность и отрицание. Отрицание, все-таки, мы подчеркиваем момент какой-нибудь, небытия. Вот, подчеркивается, отрицание. Когда мы возвращаемся к определенному наличному бытию, там что? Там бытие на первом плане. Значит, отрицание отрицается. Вот как он смысл, отрицание, отрицание. Ну, хорошо, давайте поговорим, поищем примеры определенного наличного бытия. Да, и что является определенным. Если мы на прошлом занятии разбирали, интересная штука. Ну, скажем, вот такое выражение. Такое, не уверен, что оно очень глубокое. Все мы родом из детства. Что это означает? Как вот? Вы же давно уже не дети, но теперь маленькие. А что это означает? То, что вы когда-то были детьми? Или что это другое означает? Вы думаете, что это прямо? Думаю, да. Когда мы вообще не были маленькими. Ну, хорошо, маленькие, но это было странно, что никто не рождался сразу большим. Скорее, все мы родом из детства, это значит, что мы несем. Вот мы сейчас в себе несем то, чем мы были, когда были детьми. Это наша определенность. чем мы занимались в детстве? Учились, бегали, прыгали, занимались. Что ты сделал в детстве? В детстве в этом смысле счастливый возраст, да? Дети как-то все на лету ловят. С тем ты по жизни пойдешь в значительной степени. Но, правда, Юлия Друйна написала другое, что он говорит, все мы родом из детства, а я говорю, ты родом из войны. Вот на это поколение, конечно, отпечаток войны положил такой, что все, что у них было в детстве, но оно тоже в войне появилось, что их растили патриотами, значит, они вот так вот себя и проявили. Но это на всю оставшуюся жизнь вот именно эта полоса событий. Ну, тогда лучше сказать так, все мы родом из детства тоже. Она вот так сказала, вот я просто обратил внимание, что если все мы родом из детства, а я, говорит, она противопоставила, я родом из войны. Ну да, она 18 лет ушла, будет уже не ребенок, вот такая штука, так же, как там Зоя Пасминьянская 18 лет, да, пытали и так далее. Уже властный властный человек. А можно сказать так, что все мы из СССР? Газманов он там даже поет. Но я не знаю, все ли мы из СССР, но... По формальным признакам раз уж так. Не, ну родились же, я не знаю, все, не все, но... Не все. Ну, по формальным признакам. Этот год-два застал, да? А кто-то уже и нет. Всем СССР, ну, я хочу сказать, что я-то, значит, даже если непосредственно вот не запечатлено, но поскольку у нас есть родители, большинство, да, и, по крайней мере, воспитывая всегда взрослое поколение, то... то это... А взрослое поколение точно из СССР, поэтому это накладывает свой отпечаток. Накладывает свой отпечаток. Я, например, какой эксперимент провожу? Иногда студентам говорю, вот, наверное, вы смотрели тоже это в фоне рабочей академии, стоимость рабочей силы, да, стоимость жизненных средств работника и членов его семьи. Как она определяется? Ну, как определяется? Берем благо, необходимое для нормальной жизни, выражаем цены, получаем такую сумму, раскладываем, значит, на один месяц, и получается, что стоимость жизненных средств работника и членов его семьи 250 тысяч рублей в месяц. Поэтому зарплату, ну, если на них удивить, ну, тогда, 125, там будет, условно говоря, а так, если один работающий, ну, в общем, я, я, правда, 5 человек, ну, 250 тысяч. Ну, что включается в набор? Я говорю, ребята, давайте считать. Так, итак, вот сколько нужно, значит, жилплощади, мы же в России живем, тут без крыши не обойдется, жизнь будет тогда только до земного сезона, да, без крыши. Сколько, значит, нужно метров? Населено из 5 человек. Девочки, мальчики, все. Ну, чего, трехкомнатную квартиру, ну, метров, наверное, 80. Ну, я говорю, ребята, ваши родители, советские люди. Вот, рода НСЦР. Ну, вот, кому в голову придет, да, как это, вот, можно жить в пятером, там, дети разнополые и так далее, трехкомнатные квартиры, то есть, это же непритязательное, непритязательное советское. Я не к тому, что это недостаток, я просто хочу сказать, как это воспроизводится. Я не с бедными людьми говорю, что кто пришел в университет, те не работают, все, значит, у них есть определенный достаток, да, это не АД, а не там других университетов. Но, вот, они воспроизводят это представление о том, что является нормальной нормой. То есть, люди 21 века повторяют норму, там, 60-70-х годов. Вот они не из СССР. Отпечаток несут, это их определенность. Поэтому, очень не хотят вытравить ее, стараются, потому что, говорят, никак, это люди, все, какие-то, а они что, только на счет этого, такие непритязательные? Только, вернее, в этом проявляется, их отпечаток? Нету во всем остальном, он тоже. Нет, ну, это неэшкорректный пример, потому что уровень жизни снизился, в отношении с СССР, там, в тех же 70-х, в 70-х годах. А вообще, если нормы-то определяются уже не тем, что, будут 60-30 лет, за сегодняшнее? Нет, тем словом. Ну, вперед-то должны идти. Ну, вперед-то, да, но мы-то пошли назад. Ну, вот, я хочу сказать, что, дома есть, там, особняки есть, думать, это не формирует представление о том, что такое нормально. Люди-то живут в обществе, а в обществе-то, кто в особняках живет, и кто живет в однушках, или двушках, все-таки это немножко разные проценты. Я же, я бы согласен, но вот, вот эти 95%, которые живут в однушках, за норму считают уже, конечно, то, что им предлагает, ну, как же, мы же понимаем, что такое нормально, и к чему, что является идеалом, да, не в однушке живет, на чем построены все фильмы, что девочка, бедная, туда-сюда, вдруг, внезапно, миллионер приезжает, очень сильно полюбил сразу, именно бедную девочку, и она вроде как так, но потом раскрывается, оказывается, что можно жить у дворца. Вот это же, и тем не менее, насколько устойчиво представление о том, что, ну, вот, не надо дворцов, раундштатов, это во всем. Ну, сегодня тоже интересно, значит, значит, мечтают их в связи с тем, что делается, спрашивай, пунктус пишет, что же с этим происходит русскими детьми, а попросили русских, значит, молодых, 18-19 лет, оказывается, поддержка со стороны молодых, на кого они очень рассчитывают, значит, существующую руководство со стороны больше, чем у старших. Как же так, они-то так надеялись, что, на что вы хотите, молодежь, она очень, больше всего податлива господствующим, больше всего. Почему вы считаете, что она такая, прямо, революционная? То есть, она, может быть, незрелая, туда-сюда, это означает, что ума господствует, то, что больше всего не подойдет. Я, кстати, в данном случае считаю, что это и хорошо, потому что, если бы молодежь занималась, тем, чем хотят, чтобы занималась, да, там, рушила, туда-сюда, Лидер, даже Навальный, вот, я вот высказал в свое время, по телевидению, что он, дорогой Навальный, и узники Болотной площади, пособники фашизны, как вы туда попали, дорогие, значит, внуки, значит, антифашисты, кроек прыговые, своих пособники, е-мое, такое, ничего себе, комментарий такой, как же так, а они себя преподносят, значит, как борцы за правыми, и слава Богу, что у нас таких борцов мало. За правы. За правы. За правы. Мы не заливали, да. Так что, в этом смысле, люди говорят, что вот, мы же прошли 70 лет коммунизма, пусть не развитого, первую путь, сросся наш народ с коммунизмом, это его стало определенностью и качеством. И очень долго надо стебать. Можно? Можно. В принципе. Но для этого долгий путь должен пройти. Долгий путь такой, развитие капитализма на собственной основе. Хотя. Еще хотелось 70. А еще 70. А в чем проблема? А проблема в том, что сам капитализм развивается, занимается, вот, то есть вы говорили, обопчислением производства, то есть развитием связи между производителями, причем всего мира и так далее, и так далее. Вот на этом же растет социализм. На общественном характере производства. Поэтому, это вот качество, которое осталось, оно подкрепляется развитие. Поэтому можно истребить это качество, истребляя, скажем, нашу экономику. Просто, естественно, научно-технический прогресс, он ведет к коммунизму, так или иначе. Конечно. Возможно, этот коммунист наступит не для всех. Ну, может такое быть, что коммунист наступит не для всех. Это безклассное общество, где условия развития каждого, есть условия развития всех. Так не может быть. Это я вам хочу сказать. Вот я был студентом в Ленинградском университете, и приехал к нам человек из Госплана. Я думаю, наверное, в 82-м был. И говорю так. Значит, в 2015-м году половина нашего населения будет жить перед тем и коммунизмом. Другая половина. Как это так? Общество коммунистическое, в котором половина, а другая там. А это диалектически. А, видимо, что да. Вот он этого не использует, а то я успокоился. Вы можете представить, что было в головах? Уничтожение классов, равенства, это только все. Но это фашизм имеет. Ага. Ну, я-то имел буквально в смысле то, что коммунизм, как они трактовали. Ох, трактовали. Значит, из Госплана они еще какие-то расчеты делают, какие-то стратегии работают. Такую стратегию. То есть, это настолько, значит, было выражение уже полное, что, конечно, движаться было очень трудно. Так. Ну, что еще? Какие-то примеры определенности наличного бытия, да? Что наличного бытия? Значит, вот, что являлось наличным бытием, то есть, что являлось с определенностью, скажем, буржуазного строя после февраля 17-го года. Ну, наличие у власти людей, которые приобрели свои капиталы, будучи помещиками и имея связи с землеводельческой имелитой. Да. То есть, это определенность февральского правительства. То есть, никак не могли. Есть еще хуже. Они еще и стремились стать вот тем классом, собственно говоря, который они должны были свергнуть. Да, то есть, сейчас же не провели реформу земли. Так, замотали ее. Нет, определенность не позволила. Не позволила, совершенно верно. Ну, что провелась сама, летом. Там же крестьяне стали упорничать. Там уже ждать этих реформ. Говорят, нет, мы как-нибудь сами. Тут у вас долго ждать вашей определенности. Вы говорите, пошли дальше. Вперед. И, кстати, эта определенность феодальная сказалась и уже и после Октябрьской революции. Тоже, между прочим. В каком смысле? Контрреволюции. Это раз. А во-вторых, контрреволюции. Даже, если брать земельный вопрос, что разве большевики выступали за раздел земли? Нет. Понимали, что крупные хозяйства за государство и так далее, что надо крупные хозяйства развивать. А крестьяне к этому были готовы? Нет. Нет. Они еще требовали раздела социализации земли. Поделить по участкам. Вышивкин, да и люди говорят, ну ладно. Эту программу. Хотели, пожалуйста, даем. Нет, но по результатам этой программы стала поддержка крестьянских масс и последствия в борьбе с контрреволюцией. Конечно. Ушивление. Он тот еще и тетрадит. Он не кедрил в любви. А на другом не мешает. Да, впоследствии опять уступки крестьянским массам мелкой буржуазии и сельской и новоэкономической политикой. Понятно. Уступки, знаете, как формулировали время? Уступки, что, так сказать, мягко очень и так далее. Много уступок сделать в формах перехода к оперативному хозяйству. Очень мягко. Ну, конечно. Ну, я бы содержал в себе диалектику сонгину. Конечно. То есть, взяли, потом, что получилось, раз землю поделили во всех, вот, осуществили вековое чаяния крестьян, причем феодальных сонгушевых. Вот, как же поделить и так далее, мелкое товарное хозяйство, которое прекрасно жило при феодализме. Что из этого вышло? То, что их было сначала 60% середняков, а потом, значит, началась сдача земли в аренду и все вернулось даревационным, опять, седняков и кулаки. И поэтому в 29-м году октябрь пришел в деревню. 10 лет спустя. И такой, больше 12 лет спустя. Он же не насильствовал, почему он пришел через цель рассказать на 10. Это я понимаю, но все равно, вот, это другая штука, революция. То, что не насильствовал, это, скажем, прямо отлучение. Вот. Крестическое утверждение. То есть, я хочу сказать, что нам пришлось, я имею в виду, даже вот уже возникающему коммунизму, пришлось себе сделать с феодализмом тоже, с его переживками, с верами, что кусочек земли, значит, спасет отдельно. А там уже, как раз, это вошло в противоречие с, ну, так как НЭП, это, по сути дела, рынок, капиталистическая экономика, вот, там вот эту вот, вот эту вот, феодальную логику развития уничтожила, буржуазную логику, причем уничтожила совершенно естественным образом. То есть, то же самое было в США, то же самое было в Англии, только в 17 веке. Ну, я думаю, что мы тут, в Англии было обезземерие, не крестьян, сгон, а здесь не обезземерие. Суть так, суть так, нет, становление крупного хозяйства. Значит, Антон, я хотел бы уточнить, что НЭП, это ведь, уступка капитализма, была уступка, всему, и капитализм, и капитализм, потому что рынок разрешен. Но, это была политика, построение социализма, поэтому, стратегию, не теряйте из вида. Все это мы, делаем время наступления, уже в 21 году, Ленин сказал, что отступает, отступление закончилось, надо перекрывать силы, и строить, больше того, мы протащили социализм, поседневную жизнь. И дальше пошло движение. Значит, в этом смысле, а если братья, именно переходный период наш, давайте, значит, кто, экономический, это тоже интересно, раз что я затронул вопрос, вам действительно, это интересный вопрос, кто представлял тенденцию возникновения, вот в рамках переходной экономики, сколько было укладов в России? Кулинистический был, филистический был, традиционный был, феодальный, феодальный нет уже, их погнали, наоборот, феодальный был до этого, мелкоталарный, ну, кустарный, мелкоталарный, ну, и просто капитализм, что, брать уклад, Ленин, на что еще надеялся, отчасти это было, в концессии хотели сдавать, то есть, государственные предприятия, на страну капиталисты, беда в том, что никто не захотел брать, они надеялись, что мы рухнем, без них, зачем будем поднимать, то есть, мы с этими санкциями знакомы уже, с момента, все время санкции, с момента Геннесска, Нет, с момента Ивана Васильевича, все у нас с санкциями, поэтому, с момента Ивана Васильевича, значит, и между кем шла борьба, вот, интересно, да, значит, шла борьба крупного хозяйства, социалистического уклада, да, и даже, москапитализма, против, делка буржуазной стихии, поэтому Ленин говорил, а потом начало, кто-то это борьба, да, с 20-х годов, это он Эпель, да, это стихии не допускали, там же было про наук, про дразвёрст, вернее, значит, вот, там, с 26-го года, по сути дела, почему, в 26-м году, начинается строительство, коллективных хозяйств, но это долгая история, там массовая коллективизация, это 29-й год, год великой перелар, но это 29-й, то есть, вот эти уклады, до 29-го года, в основном, напирали на строительство, кооперативных, это называлось, кооперации деревни, кооперации торговли, а производственные, процент мизерный был, то есть, вот, несколько укладок, из них, значит, социалистические, вот, вёл туда, капиталистический, госкапиталистический, так себя и не развернул, а частный капитализм, конечно, с этим боролся, вот такая была ситуация, вот, в Китае, в чём отличие, видимо, их переходный период, что у них, всё-таки, концессия, более разу, как науку, развернута, и крупный капитал, зарубежный, пришёл, Китай, не был в такой позиции, ну, я, разумеется, разумеется, так что, когда вот кто-то, вот, несознательно, начинают сравнивать Китай, Россию, то есть, вот, если бы в России продолжили НЭП, у нас бы было всё замечательно, вот, очень смешно, что слушать, НЭП кончился сам, потому что, не может, конечно, просто бороться с коммунистическим хозяйством, сейчас, там ещё прикол в том, что, у нас же ещё кризис был, в рамках сельского хозяйства, из-за сельскохозяйственного перенаселения. Конечно, много чего было, и пришлось нам, так сказать, пришлось нам торопиться, да, потому что, иначе война тут взвесела. А там даже не до войны, там проблема в том, что именно гражданное перенаселение, которое уничтожило, по сути дела, Российскую империю. Это понятно, что тоже надо было решать эту проблему, но я хочу сказать, что вот контенту вынуждалось сфорсировать. Сегодня что, как повторил, в послании президент говорит, нельзя отставать, а что значит не отставать, значит надо догоняться и так далее. Так эта постановка опять такой же, 20-й год, или мы пробежим за 10 лет то, что делали страны за 100 лет, или нас сомнут. То есть, как это вот воспринималось, почему такое напряжение, почему где-то не особенно иногда мягко поступали, но что-то уже, ну нет времени, какая мягкость. На двух столах не усидели бы мы, представляете себе, значит, сельской промышленности и кулак, который говорил, о, идут господа, так это милое дело, а что, как кулаки реагировали, скажем, там, прибалочки, они что, прям так все были патриоты против Германии, да сейчас охотно эти валили эту форму, классовая свиданность проявлялась, еще мы тогда получили бы, поэтому, побежали. В Китае им стало легче, ну правда, большая разница, они пока за нашим ядерным щитом, за нашими чудесными штуками, они до сих пор за нашим ядерным щитом. совершенно верно, они, конечно, делают, но уже не надо так форсировать. Мне понравилось, у меня ученик недавно спрашивал, смотри, как Казахстан здорово развивается, он не тратит большие деньги на баронку и так далее. Да, конечно, говорят, а ему что, с одной стороны Россия, с другой стороны Китай, как ты не найдешь до Казахстана? Да, очень смешно. Так что, что такое переходный период, если мы рассматриваем это, как переходный период, да, и результат снятия этого восстановления, поскольку у нас вот и традиционный был уклад, и мелочи-фикимий тоже, это проявилось и при социализме. Значит, построили к середине 30-х году социализм, а в промышленности три четверти выходцы из деревни. И что делать? Там сначала, сначала хотели ставить бригадные формы, то есть на общий результат работают, а пришли люди, которые за своей лошадкой ходили, им вообще непонятно. Вот принципиально, скажем, выступали против здельщины, нашей индивидуальной, по улице, там пришлось водить индивидуальную здельщину. Вот такие люди были, а иначе говорят, ну что я буду работать на всех? А вот если я получу, ну тогда я буду работать. Она и в промышленности работала, это издельщина. Так вот ее и визит там, в промышленности. Хотя, принципиально, это было как? Потому что это было как товарчество, мне не интересует, что другие делают, что я получу, да, выставляю. Я смотрел зарплаты этих издельщиков, чтобы я так делал. Вот. То есть, вот вам, сказать, результат того, что снимали мы тот струя, в котором середня, то есть мелкотоварный уплат, был там десятки миллионов хозяйства, десятки миллионов людей. Значит, это приходилось и в нашей промышленности использовать. И с таким представлением люди шли, дальше они же учились, все шли, так сказать, в управлении тоже. И нам вообще благают, чтобы себе взять, да, как бы, себе урвать. В этой связи можно сказать, что логика Гегеля призывает человека быть более гуманистичным. То есть, делать строй, строй управления более гуманистическим. То есть, логика делает человека более человечным. Понимающим противоречия человека. Понимающим. Никто никого палкой не бьет, газу не травит. Да. А исходит непосредственно на теме. Да. То есть, ну хорошо, можно было заставлять, да? А может был, нет, я хочу сказать, что вот индивидуально здесь, ну можно говорить, что работайте, значит, мы вас иначе туда-сюда, ну что делать? Здесь, конечно, плохо, это индивидуальный мотив, но ведь она все-таки подчинялась чему? Вы по времени? Еще есть все-таки немножко момент, что логика российской истории, она все-таки более гуманна, чем логика, скажем, западноевропейская. Вот, или тем более китайская. Ну, я уж не буду говорить про логику истории, это логика истории. логика развития, скажем так. У них там были совершенно другие методы. Все-таки Европа это кладбище народов. Ну, это точно так. Да, безусловно, там резня была на всей протяжении истории европейской. Если ты подойдешь, уже встанешь. Да, 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 ты говоришь, уже выдохся, назад пошли, я пришел тебе резать. Ну, давай сначала в бане помочь. Да, да, ты пришел там в 9 дней, да, успокойся немножко. Здоровье. Понятно. То есть, я хочу сказать, логика Гегель нам помогает понять вот многие очень вещи в нашей истории и просто нас оставляет это понять. Потому что, если мы не знаем, что на личном бытие, определенное на личном бытие в качестве определенности имеет основывание как снятое, да, то тогда мы просто не поймем, откуда такая борьба, такие противоречия идут. Просто не поймем. А здесь, если брать уже, может, немножко сбегаем вперед, скажем, когда люди упасли ни черты, что они делают? Эта мысль была, кстати говоря, и у Ленина. Я докладно звучал, что разбитые классы, когда они теряют все, они только в решительности добавляют. Это не значит, что они ручки складывают, говорят, ну все, нас подбили и все. Вот они отчаянно начинают бороться. Вот на этом вытекает теория, не теория, а мысль о том, что возможно обострение. Когда люди теряют все, они готовы идти на все. А как другом? Потому что пока у них что-то есть, это их примеряет. А когда у них все забрали, степень злобления, да я все потерял, да я видал, и вот и все. Это тоже такой момент непростой, между прочим. Кажется, откуда вдруг, значит, вот там. А что вы хотели? Вот такая ситуация. Очень показательно в этом примере борьба за власть последнего наследного принца Австро-Венгрии, который там с какими-то остатками войск пытался штурмовать Недапешет. Ну, тоже, видите, идет там все, говорит, что с ума сошел, тебя раздают, нет, уже мне ничего не осталось. Да-да-да, все. Буквально в смысле. Вот, и империя уже развалилась, и мир уже другой. А я наследник Священной Римской империи, Австро-Венгрии, Гаусбург. То есть, это тогда нам тоже помогает понять, что вроде вот на личном бытие, и вдруг на личном таком бытие такая острота. Хотя, казалось бы, спокойнее, да? А что это спокойствие там не особенное? Или вот, то есть, я имею в виду, что сказать, что вот на финише надо ускориться, как правило, да? То есть, ты приближаешься к победе, и надо вот еще нажать, и можно даже с дополнительным усилием, потому что вот тот, кто тебе предстоит, он тогда, теряя все, начинает с тобой активно бороться. Поэтому, как в спорте говорят, до последней секунды. Потому что вот на последней секунде вот у нас есть такая благодушие наша российская. Я вспоминаю супер-серию с канадцами, из примера спорта. Значит, мы там все выиграем, 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 и вот последний матч. Или ничья, и тогда серию мы победили. Или что? Только не российская. Через, за 40 секунд, конечно, он забивает. Потому что канадцы лезут как черти, а наши идут, сказать, как-то, да что, вроде пора свистеть. Да, ты не хочешь получить на последней минуте? И вот теперь историческая серия объясняет, что мы, да, были здоровы, но вот проиграем серию. А у нас действительно историческая вошла. Так, а вот эта привычка, что как-то вроде, ну, можно и это. По поводу благодушия, именно кто российскую не очень согласен, тот же показатель Второй мировой войны, тот же показатель 90-х годов, когда нас не добили. Их благодушие, тогда? У них тоже есть определенные. Понятно. Нет, они просто решили, что все под контролем. Так и было. А это разве не благодушие? Благодушие. Нет, может быть, это не благодушие, а такое, что... Ну, мы посмотрим, что дальше. согласен. Иллюзия такая, что действительно погрузились в это. Они же Гегель-то не знали? Что являлось определенной с нашим кавказом? Коммунизм как снятый. Ну, раз я этого не знаю, значит, должно было себя проявить. Коммунисты, это значит, те, кто 3 миллиона погибло во фронтах Великой Отечественной войны. Значит, все это, шутки что ли? Коммунисты вперед. А если первые под пули идешь, вперед-то. Не в фуфет идешь, политбойцов. И знак. Да, совершенно верно. Политбойцов. И у нас тоже. Это привилегия в чем была, что первый идешь, ах как, ты не можешь вести за собой. Вот они об этом забыли. И это себя проявило тоже. Медлиц под Керчьем постоянно писал, что нужно больше политбойцов. И ему, в конце концов, из Москвы представители говорил, больше политбойцов нет. Вот они что забыли, что это проявило себя. Проявило себя. Что раз коммунизм сросся, значит он тоже готовность пожертвовать, зародить что-то и отдать. Вот оно все проявило. Вот в чем. Мы тоже можем смотреть. В чем они просчитались. Ну а как они по-другому были? Гегель же не изучает. Не изучает. Вот и все. А вот у нас Гегель тоже не изучает. Ну подием. На что можно сделать опору? Вот поэтому пошел патриотизм, победа. Это высший пик чего? Высший пик проявления заботы о общем. А коммунист, кому неизвестно, это общее. То есть тот, кто выступает за общее, тот коммунист. Так за Родину выступает. За воплощение народной судьбы. Это кто были такие? И кто лучше всего выступал? Если ты к этому пилируешь, хочешь ты или не хочешь, ты опираешься на коммунистическое начало и то, что осталось на Родину наше. Это все. А если вот они эпилируют сначала к другому, что давай, как же, как Юлийский говорит, или как это, нет государственных интересов, есть мои. Ну давайте, вот кто и потащили. И совсем было растащились, пока вот не опомнились. Но на этом пути нас точно растащили и создали. А когда начали думать о Родине, ну тогда, значит, к этому операция пошла. И заметьте, у нас антикоммунизм очень быстро закончился. Потому что, ну как, не поднялся очень сильно. Хотя было время. Что такое, сказать, расстрел в 93-м году? В идеологии антикоммунизм продолжается? Нет, я понимаю, что это не так. потому что, если бы, знаешь, такое, начало 90-х годов, когда ты открываешь и, значит, смотришь на ветеран, и говорят, значит, красно-коричневые вышли на митинг. И, значит, обоновцы по этим ветеранам бьют, топчут, срывают ордена Великой Отечественной войны. То есть, вот, и это вот, и ты чувствуешь бессилие, потому что у нас выраженные силы. Вот, а чувствовали, чувствовали люди, потом, почему, кстати, вот, многие вышли к Белому дому? Потому что это бы стал неприносимым. Они, может, даже и не хотели, но когда все это видео, уже просто не могли перенести. Готовы за это дело наступиться. Вот что было такое. Вот был и чемунизм какой. Когда били, высказали, за ленточки, за эти, за красными знамями, за орден Отечественной войны, топтали, били ОМОНовцев. Сейчас это не вспоминают, потому что, если помнили, а что такое? То есть, это вот был просто развал. Мы пережили страшную штуку. Дошло до фашизма. Что такое фашизм? Значит, отбрасывали, сказать, легальность. Что такое расстрел Белого дома? Антипоституционный. Так это просто фашизм. Два месяца фашизма. Но потом мы ему сказали, что не надо фашизма. Потому что, если дело дойдет и фашизма, то мы сегодня разгромили у Белого дома, а завтра еще поднимутся люди. И с вами будет плохо. Не надо. Лучше плавно как-то. И он так это сбавил. И выбор тогда объявил. На правильных. Кто-то там тогда один зюганов поддержал, по-моему? Да. За что и настал. РКРП не поддержал. Ну, а как не поддержать, если зюганов жил, и тогда вылежит. Выширяется. Ну, соседи добрые. Ну, какая тут. Представляете себе, с Гитлером стали жить, встречаются. Ну, как не поддержал. По телевизору об этом не сказал. Выбор участвовал. Ну, выбор участвовал. Так что, такая была ситуация. Очень тяжелая. Поэтому нынешний антикоммунизм, там просто воинствующий, из пушек антикоммунизм был. Я же повторюсь, не в политике, а в идеологии. Ну, в буржуазной стройе страны было бы и есть фонд антикоммунистической идеологии. Ну, опять отпечаток есть. Если признают победу советского народа над кем, холоком, значит, эпилетическими силами, ядром, ну, тогда, значит, это косвенная форма признать коммунизм. Я с вами согласен, что в косвенной форме, что хотелось бы прямого признания, что была организующая сила, что, если бы не было трех миллионов, значит, партий, никто бы не организовал. Ну, как-то уж об этом было. Ну, догадайтесь, что уж, ну, люди. Не догадаются. Значит, уважаемый товарищ, значит, мы с вами очень важно рассмотрели категорию, новичное бытие. И я думаю, что вы читаете дальше, давайте попробуем все-таки вещи, рассмотреть, там очень интересные вещи. Следующий раз. Все, тогда извините, если уж какие-то вопросы затронуты были. Пошел. В следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин